всем привет меня зовут виктория и я рада видеть вас на моем канале только что сняла видео о своих готовых работ которые завершила недавно а сейчас хочу поделиться с вами новым процессом которые я только-только начала вышла на нем вообще а маленькая капелька в огромном море это бисерная работа я купила данную заготовку на выставке хендмейт экспо в киеве которая проходила этой весной это заготовка от компании тела артис называется она и бискус честно номер набора не вижу но потом я в конце видео но мы к сожалению я не вижу я потом внизу под видео напишу или в название сам артикул данной заготовки сейчас покажу материалы которые там используются а потом покажу что у меня получается также сам покажу бисер который используется в данном сюжете используется здесь 28 цветов бисера вот такие органайзеры и разместила его сожалению меня не хватило таких органайзеров пришлось использовать такой я на зелы такого типа не очень люблю потому что заберешь бисер иногда приспается в соседние бисер смешивается то и держать его открытым паса я тоже нет возможности так можно рассыпать весь но весь смешается если например этот органайзер так открыть одну ячейку даже ты рассыпаешь ты распишу один цвет бисера они все цвета но не смешается просто собрать там и все я конечно очень редко рассыпаю бисер я не пользуюсь все органайзеры так что они все открыты я беру сюда бисер нет я пользуюсь вот таким вот ковриком я уже показала его в огромном количестве видео на своих готовых работах и процессах насыпаю сюда бисер в себе весь по номерам вот здесь я уже немножко вышивала я начинаю теперь насыпала здесь себе 9 8 9 таксад 11 12 тут 13 номер меня и также вот здесь внизу пойдет 7 6 5 4 3 и так вот по номерам беру жида не заглядываю какой цвет только в схеме смотрю значки это знаю что порядка не лежат эти цвета я набираю понятно что прям все цвета сегодня по месяцу но там и нет такого что все цвета задействуется но там вышивается на этой заготовке зонами поэтому когда я дойду до зеленых и фиолетовых уже там не будет красных использоваться цветовый и вот достаточно удобно вышивать очень нравится мне вот это мое приспособление не знаю как его назвать очень и очень удобно если вам интересно как я именно им пользуюсь меня из тех я записывала самый последний недавно оставлю ссылочку внизу на него то я там снимала тэх и вышивала и как раз использовала данный органайзер можно посмотреть и как я им пользуюсь очень удобно девочки кому понравится такая идея берите пользуйтесь честно очень и очень удобно до этого когда вышла бисером постоянно стоялись мне органайзеры открыты берешь бисер иголочкой набираешь это не очень удобно тут же бисер держится очень хорошо на этом коврике даже если смешивается понятно что видно совсем разные бисеры цвета бисера и никаких проблем не возникает в начале когда только начинаешь приступаешь к работе насыпаешь сюда бисер то это нужно спать по порядку когда же уже ты привык к бисеру то я уже иногда не по порядку где насыпала то и получится я просто уже знаю цвета бисера знаю какими значками соответствует и никакой проблем у меня с этим не возникает иногда у меня такая каша здесь просто в перемешку с бисером но я как бы уже ориентируюсь в схеме и в цветах и как бы это не приносит вообще никаких трудностей и проблем так кроме бисера естественно больше здесь ничего не использую такой ниточкой вышиваю иголочка моя пони десятого номера любимая в принципе все к материалам к этому зато еще там комплекте шла вот такая вот инструкция тут как натянуть работу на раму вот это уже вышиваю на раме идут несколько видов вышивки бисером монастырский что назад иголку стебельчатый арочный прикреп и тут описание от круговой техники и света по окончанию работы я вышиваю данная заготовка идет в круговой технике я еще не вышивала такие заготовки это моя первая так заготовка в такой технике вышивки но мне я вот начало что это конечно чуть-чуть и вышит она мне очень очень понравится это все уберем и я вам покажу что же там на вышивала что-то же вообще-то за вышивку я специально не снимала с рамы чтобы показать как я вышиваю вот такие меня идут идет рамка это от станка арабеско по моему 30 на 40 рамка но я могу ошибаться может у меня у этих рамочек очень много я даже там в некоторых меняла детали беру клавки с одной и вот эти с другой то есть там же перемешку они лежат разобраны я выбираю какая мне подходит по размеру такую и собираю уже рамку натяжка слышно вот идет очень хорошая тут конечно по углам немножко но я думаю пока я дойду до края я что-то придумаю как получше закрепить его вот так вот ключ у меня здесь расположен вот видите я закрепила клипсами и обычными которые в рамках эти используются и а так оставила здесь ключик очень удобно сразу смотришь себе вот ключ здесь тут указаны и номера я подписалась на органайзере все значки тут количество граммах указано и номер нумерация чешского бисера пресиоза оригинальная их не тут картинка как в эфире готовая работа скорее всего это просто скрин с программой а не отшив вот тут вот еще указаны это я видела наверное здесь было сверху вот над этой картинкой там было написано общее количество бисеринок но я уже закрепила все и не могу посмотреть тут он написано еще сбоку рекомендации уже после того как выше что работу не нужно тереть не отжимать и чтобы здесь края не осыпаются это очень хорошо края здесь проклеены что ли или чем-то горячим когда отрезали наверно горячими ножницами это они припалены вот здесь работа на обратной стороне проклеена фризелином это очень конечно хорошо потому что сама вот эта ткань такая даже не знаю что это гладенькая честно я еще не разбираюсь особо название в ткани на которых она напечатана атлас наверно скорее всего я могу ошибаться как видите вышел я очень очень мало тут всего лишь один вечер и я подготавливала работу свою там бисер подписывала раз буквально полчаса позанималась этой работой вот вот сейчас когда смотришь значки очень хорошо различимы и по цвету и значки там не пропечатаны на некоторых есть вот точечки полосочки там разного цвета но при искусственном освещении девочки очень тяжело различимы вот особенно вот этот взять 13 одиннадцатый одиннадцатый восьмой номер ну очень тяжело вообще я не с большим трудом приходилось вот лампу прямо прямо сюда подносила там рассматривала телефоном подсвечивала очень тяжело конечно было разбирать какие-то цвета вот с зелеными тут немножко от полегче как-то с фиолетами тоже розовые тут вот и желтенькие ну вот этим но очень тяжело у меня конечно нету времени вообще вышивать днем только на выходных поэтому скорее всего будет эта работа меня выходного дня так сказать чтобы я могла вышивать при дневном освещении можно где-то расположиться или на балконе или возле окошка потому что вечером не за ломать глаза не хочется придется наверно мне взять еще какой-то процесс ниточками что я люблю когда у меня один процесс кистика вышиваются один процесс бисером чтобы можно было чередовать чтобы не надоедала один вид вышивки что я и тогда вышиваю крестиками так уж и хочется бисером повышать или наоборот как-то бисером уже руки руки часто чтобы быть крестики где-нибудь пришить поэтому скорее всего я возьму еще одну работу вот и буду вышивать два процесса параллельно что здесь еще сказать принципе пока что впечатлений особых нету я только начала здесь еще они чем-то говорить нравится мне нравится ну бисером я вообще очень блёшево так что ж это все больше пока что нечего сказать по данной работе на буду вышивать буду делиться с вами своими впечатлениями наверное уже когда дощу вот где-то примерно вот такой круг у меня будет тогда уже сниму отчет когда уже будет побольше впечатлений каких-то дойдут вот к сиреневым зеленым цветам но теперь точно все заканчиваюсь болтологи желаем девочки то что нам больше всего надо побольше времени на вышивку побольше вам вдохновения чтобы вышивка приносила вам только радость и никаких разоречирований и все самое-самое хорошее всем пока пока пока